Приветствую вас. Вы пишете о том, значит, что после того, как вы прочитаете какую-либо интересную литературу, вам хочется с ней, ей поделиться с другими людьми, даже если эти люди не являются друзьями для вас. Вы говорите, что хотели бы изолировать свои знания, то есть изолировать это означает, ну по факту это означает подавить. То есть вы хотели бы подавить свои знания, хотели бы подавить по сути свои желания, о которых идет речь. Ну, у вас идет речь. Но в действительности, в действительности подавлять свои желания не нужно на самом деле. В действительности все, что вам необходимо, это наоборот, научиться слушать их, слушать и чувствовать свои желания. Вот, например, сейчас вы хотите нечто, что называется признанием, сейчас вы хотите нечто, что можно охарактеризовать как потребность во внимании, потребность в значимости собственной. И парадокс, именно парадокс заключается в том, что не подавлять это нужно, именно, не подавлять нужно эти вещи. А наоборот, учиться грамотно выражать, учиться грамотно подавать то, что вы хотите, то, чего вы желаете, то, что вам ценно, интересно и нравится. Понимаете? То есть, нужно искать источники того, чего вы хотите. Нужно рассматривать варианты, варианты реализации того, чего вы хотите. Сейчас поясню, о чём конкретно идёт речь. Смотрите, вы пишите, значит, мне будет очень, наверное, хотеться рассказать и я это делаю. Вот подумайте, а для чего вы хотите рассказать? Вы хотите рассказать, чтобы что? Что произойдёт, когда вы расскажете? Понимаете, вам не хватает, ещё раз говорю, признания значимости и, возможно, любви. И, что вам нужно, это выбрать грамотную, грамотную стратегию по реализации, по реализации своей неланды. То есть, для начала необходимо поработать над своими личными границами и над границами, значит, других людей, ну, возможными границами других людей. То есть, это, если угодно, что нельзя, что можно и почему. То есть, почему нельзя, почему можно, да? То есть, если вы что-то делаете, например, для других людей, допустим, если вы что-то делаете для кого-то, да, а не для себя, то нужно обязательно, если вы стараетесь сделать что-то для кого-то, то нужно обязательно давать себе отсчёт в том, что именно я делаю. То есть, я должен понимать, чего хочет человек другой, именно другой человек, чего хочет. Если он, например, ну, если ему не нравится то, что я хочу ему дать, если ему не нравится то, что я хочу ему рассказать, то, может быть, и не стоит тогда говорить ему об этом, да, о том, что, ну, вот, я хотел бы сказать ему, понимаете, какая история. Вот, и здесь нужно сразу подумать о том, как вы, как вы воспринимаете себя, то есть, как часто вы делаете, например, что-то во благо себе, или, наоборот, во вред себе, или, наоборот, во вред себе, если делаете так, то почему вы так поступаете? То есть, подумайте, в безопасности ли вы себя чувствуете, если нет, а, скорее всего, вы себя чувствуете не в безопасности, потому что вы говорите о том, что вас подвергали стрессу, вас подвергали, как я понял, моральному насилию, да, моральному и психическому насилию, то есть, вы говорите, что меня постоянно стрессировали, вот, это, я полагаю, именно, ну, именно то самое, то есть, вот этот вот стресс, это именно то, что можно назвать, ну, психическим насилием над вами, да, вот. То есть, здесь получается нарушение вашей безопасности, и ваша потребность выращать и рассказывать то, что вы, например, прочитали, это, как бы, функция снятия напряжения через потребность в признание, в любви, в, в, может быть, доказательство того, что вы ценные, важные и так далее, и так далее. Но, в первую очередь, нужно сперва позаботиться о том, чтобы ваша безопасность была уважаема, чтобы люди уважали вашу безопасность, чтобы даже если вы, допустим, ну, например, не можете, да, человека, скажем, заставить, да, не можете принудить человека к тому, чтобы он уважал ваше мнение, вашу позицию, вот, чтобы хотя бы эмоционально вы в это не вовлекались, понимаете, чтобы хотя бы эмоционально вы не испытывали негатива от этого, чтобы вы отграничивали, грубо говоря, свою ответственность от ответственности другого человека, вот это является тем самым правильным, что вам нужно сделать. И правила, которые установлены, да, правила, которые установлены, они также нуждаются в корректировке, то есть, что это за правила, как они, эти правила влияют на вас и так далее. Так, значит, ну, то есть, вам стресс нужно перестать воспринимать в качестве стресса, изменить к нему отношения, перестать принимать на свой счет, а для этого нужно, чтобы он вас не задевал, а чтобы вас стресс не задевал, нужно, чтобы вы были уверены в себе, не сомневались, а чтобы вы в себе не сомневались, то есть, нужно по факту, просто принять себя таким, каким или какой вы являетесь. То есть, тут вот, не очень понятно, кто вы, да, вот, но тем не менее, тем не менее. Правила нуждаются в критике, именно с вашей стороны. То есть, насколько правило, да, является вообще тем, что идет вам на пользу, понимаете? Ну, то есть, с одной стороны, это реализация своих естественных, естественных потребностей, своих естественных желаний, которые имеют право на жизнь. А с другой стороны, это ликвидация последствий стресса и обеспечение собственной безопасности. То есть, чтобы вы не, значит, не воспринимали стресс именно как стресс. Чтобы вы видели стресс и просто, ну вот, в ситуациях стресса, чтобы видели просто реакцию людей, и именно реакцию людей, желание людей, поведение людей, направлены на них, не к нам их. Не на вас, а на них к нам их. Знаете, как только вы перестанете воспринимать то, что вам люди говорят на свой счет, как только вы будете воспринимать то, что люди говорят только как то, что говорят другие и не более того, и примете в себя, стресс исчезнет. И, соответственно, исчезнет такая необходимость в том, чтобы кому-то что-либо говорить. Это первое. И второе, это то, что, ну, опять же, для человека, да, вполне естественное желание, ну, делиться какими-то своими впечатлениями, делиться какими-то своими мыслями и так далее. Вот. И все, что нужно вам, это, по факту, это адекватного человека или группы людей, чтобы они или он принимал вам. Это может быть литературный кружок или что-то еще. Для этого еще раз повторю, нужно обеспечить свою безопасность, свои личные границы. Конечно, у вас есть своего рода, у вас есть своего рода выбор. То есть, вы можете, например, стремиться к безопасности через контроль. Не только через личные границы, но через контроль. Правда, контроль не даст вам ничего хорошего. Ну, именно, вот, как показывает практика, контроль только подавляет других людей, вот, и делает их несчастными, а отношения с ними более натянутыми и, в общем-то, неестественными, я бы сказал. Вот. Вы можете сделать выбор и в эту пользу, но тогда ситуация не будет развиваться по конструктивному сценарию для вас. Опять же. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я настоятельно рекомендую вам обрадить внимание на проблему стресса, потому что ее, в общем-то, быть не должно, проблемы стресса. Вот. То есть, если вы подвергаете стрессу, то вас это травмирует достаточно сильно. Вот. А любая травма негативно влияет на человека, поэтому я полагаю, что именно со стресса и, в общем-то, стоит начать. То есть, именно с работы над стрессом стоит начать. Потому что это, в общем-то, чрезвычайно важный момент, если вы хотите, ну, все-таки адекватно строить отношения с другими людьми. Вот. Знаете, молчание, да, молчание, если оно, ну, если вы, значит, если вы хотите, значит, действительно помолчать, что молчание – это решение, да, то есть, это взрослое решение, взвешенное решение, принимаемое, ну, на основании тех или иных обстоятельств. Вот. Как бы. А не, а не потому что вот вы считаете, что вам нельзя. Понимаете? То есть, молчание – это необходимое решение, которое вы сами, сами считаете необходимым. Вот так. Если вы сами не считаете необходимым молчать, то здесь вступают в силу другие последствия, которые имеют место быть. и последствия, как-то нужно координировать с вашими желаниями, ну, чтобы и желания ваши удовлетворить, и чтобы не догонять себя совсем уж в рамки какие-то, да, которые, которые, ну, мешают вам, скажем так, вот. Ну, естественно, энергию, энергия, ну, просто вот, если энергия есть, да, энергию также нужно реализовывать правильно. То есть, энергия должна реализовываться. Обязательно. Понимаете? Если она не реализовывается, то вы можете заболеть. Имейте это в виду. Если вы не умеете, а если у вас нет возможности самостоятельно разобраться со стрессом, вы можете обратиться к любому из коллег, мы вам поможем. На этом все. Значит, если у вас остались вопросы именно ко мне, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Итак. oph off 실 illustration давайте я